Тенеу-Йорк Тимис, США, Асанжу предъявили обвинение по закону о шпионаже, что вызывает вопросы о первой поправке. Чарлис Витч, Тенеу-Йорк Тимис, США, 24 мая 2019 года, Вашингтон, руководитель Уикиликс Джулиано Асанжу предъявили обвинение по 17 пунктам закона о шпионаже за его участие в получении публикации в 2010 году секретных военных и дипломатических документов. С таким заявлением в четверг выступило Министерство юстиции. Это весьма необычный случай, и он вызывает серьезные вопросы, связанные с первой поправкой. Новые обвинения стали составной частью расширенного обвинительного акта, на котором настояла администрация Трампа. Они существенно повышают ставки в деле Асанжа, которому грозит экстрадиция из Британии на основании требований Федеральной прокуратуры Северной Виргинии, которая обвинила его в хакерских взломах. Это стало очередным витком в карьере Асанжа, который на своем жизненном пути претерпел несколько трансформаций. Сначала он был борцом за полную транспарентность, потом стал беглецом от шведской юстиции, начавший расследование его сексуальных преступлений, затем превратился в орудие российского вмешательства в выборы, и после всего этого стал обвиняемым в совершении преступления в США. Асанж стал знаменит на весь мир около 10 лет тому назад как сторонник открытостей и разоблачитель государственных секретов. Но теперь, когда против него выдвинуто такое обвинение, он становится фигурантом дела, могущего внести в разряд противозаконных действий, которые чрезвычайно важны для американских авторов журналистских расследований, пишущих на тему национальной безопасности. Это дело не имеет никакого отношения к российскому вмешательству в выборы 2016 года, когда организация Санжи опубликовала электронные письма демократов, украденные Россией, которая тайно содействовала избранию Трампа. Оно касается роли Асанжи в организации утечки сотен тысяч телеграмм Госдепартамента и военных файлов, в чем признали виновны разведывательного аналитика армии США Челси Меннинг. Руководство Министерства юстиции не объяснило, почему оно решило обвинить Асанжа по закону о шпионаже. Об этом велись дебаты в администрации Обамы, но решение так и не было принято. Данное обвинение может создать прецедент, указывающий на то, что действия по получению, а в некоторых случаях по опубликованию государственных секретов можно считать преступными. Но официальные лица постарались свести к минимуму последствия для свободы прессы. Они отметили, что большая часть новых обвинений относится к получению секретных архивных документов, а не к их публикации. В тех пунктах дела, где публикация файлов названа преступлением, прокуратура сосредоточилась на немногочисленных документах, раскрывающих имена людей, предоставлявших США информацию в опасных местах, таких как зоны военных действий. Кое-кто говорит, что Ассанж журналист, и что его нельзя преследовать по закону за такие действия, сказал на брифинге репортером Джон Демерс. Йон Демерс, возглавляющий отдел национальной безопасности в Министерстве юстиции. Министерство очень серьезно относится к роли журналистов в нашей демократии, и мы благодарны вам за это. Министерство никогда не проводило и не проводит политику преследования журналистов за их репортерскую деятельность. Но Ассанж, добавил Демерс, не журналист. Чиновник обвинил его в сговоре с Меннинг с целью получения секретной информации. Ни один ответственный человек, будь он журналистом или кем-то еще, не стал бы целенаправленно публиковать имена людей, которые, как ему известно, являются конфиденциальными источниками, действующими в зоне военных действий, и не стал бы подвергать их величайшей опасности, сказал Демерс. Применительно к свободе прессы важно не то, кого считать журналистом, а то, может ли журналистская деятельность, осуществляемая журналистом или кем-то еще, считаться в Америке преступлением. Решение администрации Трампа может создать прецедент, который будут использовать для уголовного преследования за деятельность журналистов в сфере национальной безопасности, сказал Джамиль Джифер, Ямиль Яфер, работающий при Колумбийском университете в правозащитной организации Институт первой поправки имени Найтов, Книгтфирст Аминдмент Институте. Эти обвинения основаны на той деятельности, которой специализирующиеся на расследованиях журналисты занимаются ежедневно, заявил он. Выдвинутые обвинения следует понимать как лобовую атаку на свободу прессы. Демерс ушел с брифинга, так и не ответив на вопросы прессы. Оставшийся после него чиновник Министерства юстиции отвечал на вопросы на условиях соблюдения анонимности. И он отказался говорить о том, чем действия Асанжа, за которые ему предъявили судебное обвинение, в юридическом плане отличаются от действия обычной следственной журналистики по вопросам национальной безопасности, которая просит источников предоставить ценную в плане новостного содержания секретную информацию, получает ее без разрешения властей, а затем публикует. Что примечательно, Нью-Йорк Таймс и многие другие средства массовой информации без разрешения властей получили от Викиликс те самые архивные документы. Хотя газета удалила имена информаторов из файлов, которые были преданы огласке, совершенно непонятно, чем это в правовом плане отличается от публикации другой секретной информации. Адвокат Асанжа Барри Палак, Барриот Палачк, сказал, что его подзащитного обвиняют в преступлении за то, что он побуждал источников предоставлять ему правдивую информацию и публиковал ее. Этим позорным решением, сказал он, власть убрали фиговый листок и наглядно показали, что дело против его клиента отнюдь не только о компьютерном взломе. Эти беспрецедентные обвинения показывают всю серьезность угрозой, которую уголовное преследование Джулиана Асанжа представляет для всех журналистов, пытающихся информировать общество о действиях американского правительства, заявил Палак. Американское государство за все время существования США очень редко считало преступлением утечку своих тайн в средства массовой информации. Но начиная со второй половины президентства Джорджа Буша, Министерство юстиции все чаще применяет закон о шпионаже для преследования государственных служащих, которые предоставляют информацию обществу через репортеров, а не через шпионов. При Обаме такие действия еще больше участились. Принятый в годы Первой мировой войны закон о шпионаже вносит в разряд преступлений такие действия как передача секретов из области национальной безопасности тем, кто неуполномочен их знать. На первый взгляд, закон о шпионаже можно также использовать против репортеров, публикующих государственные секреты. Однако многие правоведы считают, что судебное преследование людей за действия, связанные с получением и публикацией информации, нарушает первую поправку. Однако их точку зрения никто и никогда не проверял в суде, потому что до настоящего времени государство никогда не выдвигало такие обвинения. Ближе всего оно подошло к этому в 2005 году, когда предъявило обвинение двум лоббистам про израильской организации. Получившим секретную информацию об американской политике в отношении Ирана и передавшим ее своим клиентам. Но то дело развалилось, поскольку судья на предварительных слушаниях выразил серьезные сомнения в его обоснованности, и обвинения были сняты. Безусловно, Асанж не журналист в обычном понимании этого слова, но многое из того, что он делает в Викиликс, в юридическом плане очень трудно отличить от деятельности традиционных средств массовой информации, таких как Нью-Йорк Таймс. Он ищет и публикует информацию, которую власти хотят сохранить в тайне, в том числе, по секретным вопросам национальной безопасности, и при этом принимает меры по сохранению конфиденциальности источников. Администрация Обамы тоже думала о том, чтобы предъявить обвинение Асанжу, но отказалась от этого, опасаясь, что такое решение устрашит следственную журналистику и может было расценено как антиконституционное. Чиновник из Министерства юстиции отказался сообщить, появились ли в последнее время какие-то новые доказательства, или администрация Трампа просто решила сделать то, от чего отказалась администрация Обамы. Три обвинения, предъявленные Асанжу за публикацию государственных секретов, основаны на нескольких файлах, в которых указаны имена людей, предоставлявших информацию США в опасных местах, таких как зоны военных действий в Афганистане и Ираке, а также в авторитарных государствах, таких как Китай, Иран и Сирия. Изложенные в обвинительном заключении против Асанжа доказательства основаны на информации, представленной в 2013 году военной прокуратурой во время суда над Меннинг. На этом процессе прокуратура утверждала, что Меннинг своими действиями подвергла опасности людей, чьи имена были указаны в опубликованных Асанжеем документах. Правда, она не представила никаких доказательств, что в результате этого кто-то был убит. Чиновник из Министерства юстиции отказался сообщить, существуют ли такого рода доказательства сейчас, однако подчеркнул, что прокуратуре предстоит доказать в суде только то, о чем она заявила в обвинении, что публикация документов подвергла опасности людей. Меннинг приговорили к 35-му годам лишения свободы. Это был самый длительный тюремный срок в истории Америки за утечку информации. Однако президент Обама в самом конце своего пребывания в Белом доме в январе 2017 года смягчил наказание Меннинг и сократил оставшийся срок. Сейчас она снова в тюрьме, поскольку судья обвинил ее в неуважении к суду за отказ дать показания о взаимодействии с Асанжем в суде присяжных Восточного округа штата Виргиния, который выдвинул обвинение против Асанжа. Действия Меннинг и Викиликс стали одной из самых неординарных утечек информации в истории США. Они раскрыли сотни тысяч телеграмм Госдепартамента, в которых содержится множество секретов обо всем мире, досье наузников Гуантанамо, которых держат там без суда, и хроника важных событий в ходе афганской и иракской войн, где среди прочего говорится о том, что потери среди мирного населения намного выше официальных оценок. Когда информация Меннинг вознесла Асанжа и Викиликс на вершину всемирной славы, администрация Обама и чиновники из правоохранительных органов и ведомств национальной безопасности увидели в нем злодея и преступника, а антивоенные активисты и борцы за прозрачность сделали его своей иконой. Когда Викиликс опубликовала архивы переписки демократов, которые были украдены русскими и переданы Асанжу в рамках их тайных усилий по оказанию содействия Трампу на выборах 2016 года, имидж разоблачителя значительно по меркой изменился. Но дело против Асанжа не имеет никакого отношения к этим более поздним событиям. В марте 2018 года Федеральный суд Александрии, штат Виргиния, выдвинул против Асанжа обвинение в сговоре с целью незаконного компьютерного взлома. Прокуратура обвинила Асанжа в том, что он согласился помочь Меннинг взломать закодированную часть пароля доступа, что позволило ей войти в секретную военную сеть под чужим именем пользователя и лучше замаскировать свои следы. До этого она уже начала пересылать файлы, и прокуратура не утверждала, что Асанж преуспел в своих действиях. Об этом обвинении было объявлено в апреле, когда Асанжа арестовали в Лондоне, вынеса на руках из посольства Эквадора, где он жил несколько лет, избегая ареста. Соединенные Штаты обратились к Британии с просьбой экстрадировать Асанжа, который борется против этого шага. Предъявление новых обвинений дает британским судам возможность рассмотреть вопрос о законности его перевода в страну, где ему предъявляют обвинения по закону о шпионаже. Свой материал для статьи предоставил Адам Голдман, Адам Гальдман. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...